Конечно, конечно. Так, ну что, пока короткое вступление. Опять же, вы видели там лекция вчерашняя Александра Вукина, она уже на сайте. Можно посмотреть, почему-то там сбивать качество записи, картиночка немного уменьшилась. Но, в принципе, все видно. Надеемся, с Олегом такого не будет. Честно, мы такие пользователи интернета, те еще. Поэтому вроде ничего не трогаем. Поэтому надеемся, что все будет хорошо. Вот. Не знаю, следите вы, не следите за тем, что публикует Олег в том числе. Мы там публикуем в интернете. Значит, у нас добавился Максим Учайкин. Он будет 13 мая с темой транзитная защита. Очень рад, на самом деле, что он захотел и он будет с нами. Вот. Олег, ну что, я предлагаю потихонечку начинать. Сегодняшний наш спикер – это Олег Акцепетров, главный тренер «Спартак», «Санкт-Петербург», «Женский сперлиг-1» прошлого сезона, тренер сборной страны. Ребят, 20 лет должен был быть в этом году. И у него тема – это комплектование молодежной сборной, специфичность, принципы и критерии. Я прошу всех, кому возникают вопросы, их писать. Если они будут попадать в тему, мы будем их сразу задавать. И, соответственно, после также поднимать руку и активнее участвовать в общении. Передаю слово Олегу. Олег. Да, всем здравствуйте. Ну, сначала небольшое введение. Я сначала думал, что, наверное, нужен какой-то план по данной теме, четкий, чтобы переходить от одного к другому. Но все-таки, когда готовился, что вспоминал и поднимал какие-то планы тренировочные и так далее, все-таки решил, что это будет такая больше теоретическая история. И вот сейчас, пользуясь случаем, хотел бы сказать большое спасибо и Дмитрию Шумихину, и Саше Лукину за очень крутые лекции, прошедшие. А у нас сегодня будет больше теория. И я знаю, что очень много сейчас в конференции тренеров сборных. Если у вас по ходу будут какие-то там дополнения, вопросы или ваш какой-то личный еще взгляд, я бы очень хотел, чтобы вы там присоединялись и тоже высказывались по вашему опыту. Именно, ну, давайте конкретно по этой теме. Не будет каких-то цифр сегодня, осознательно не стал. Почему? Потому что слишком большая такая теоретическая база, которая подходит под весь смысл комплектования сборных команд, ну, в моем понимании. Вот. И я даже могу сказать, что когда мы готовились, там, и в 16, и в 18, и в 19 лет, у нас фактически не было тестирований, ну, за исключением, наверное, тестов по атлетике, когда тренер по атлетизму, там, и в начале, и в середине подготовки делал свои тесты, свои наблюдения, да, и давал тренерам информацию. Вот. И, да, я сейчас когда вспоминал, вот нам каждый раз приезжала, ну, раз в период подготовки, да, с разными сборными приезжала комплексная научная группа из федерации, вот, и при всем, и выдавала нам большое количество цифр, вот, но при всем уважении к их работе, да, ему это мнение тренерского штаба было каждый раз, что лучше бы мы еще лишний раз тренировались. Вот. Поэтому как-то выше все-таки вот этих цифр, да, которые нам давали, мы ставили все-таки какое-то, ну, наблюдение за игроками в процессе непосредственно. А почему очень важно комплектование сборной команды, и чем оно отличается от комплектования клубной команды? Да, но это то же самое, что отличается подготовка сборной команды к краткосрочному турниру, отличается от подготовки к сезону, да, и сборная комплектуется таким образом, на мой взгляд, что даже 12-й игрок, да, ну, условно, да, у любого тренера есть какая-то там градация, даже 12-й игрок, он имеет колоссальное значение, то есть тот игрок, который попадает в состав, условно говоря, последним, да, и всегда вот мы, я там три раза практически, да, принимал решения, там один раз, ну, коллегиально с тренерами, и каждый раз это реально за 11-й, за 12-й игрока мы очень долго думали, да, потому что, ну, нету здесь мелочей, вот, потому что различные ситуации могут быть на этом турнире, там, 8-9 игр за короткий период времени, разные соперники и травмы там и так далее, и так далее, то есть первый такой момент, что даже те игроки, которые вроде бы изначально, может быть, и мы на них рассчитываем в последнюю очередь, но это обязательно должны быть люди, которые в любом случае готовы будут выйти и сыграть как минимум, и готовы сыграть как минимум не хуже, то есть это ни в коем случае, на мой взгляд, не проходные позиции, не проходные спортсмены. Я бы выделил 5 этапов, это такой, как бы, этап, этапы отбора, это когда первое идет начальное формирование, начальное формирование кандидатов в команду, то есть это даже не расширенный список какой-то, да, а это общее представление тренера раз, это общение с тренерами клубных команд и с тренерами, там, если мы говорим, там, условно говоря, первый сбор на Ю-16, да, там сначала, это общение с тренерами, там, спортшкольных команд, команд Дюбл и так далее. Почему? Ну, потому что специфика начального формирования команды, она в том, что мы этим занимаемся, условно говоря, в сентябре или в октябре, а соревнования нам предстоит в июле и, может быть, даже в августе. Вот, и, естественно, в таком возрасте за целый сезон может все поменяться кардинально и может все перевернуться с ног на голову. Поэтому важно собрать как можно больше информации изначально о том, кто может на данный момент претендовать на попадание в сборную и получить информацию о тех игроках, которые, может быть, сейчас их не видно, их не слышно, может быть, они не готовы, но тренеры, которые общаются с ними на ежедневной основе, они скажут, нет, вот они через год, они будут 100% кандидатами, их тоже нужно иметь в виду, обязательно за ними следить и наблюдать. Вот, это такой первоначальный этап. Дальше уже, понятное дело, что, ну, тоже все знают, идет расширенный список, это когда уже потенциальные кандидаты, да, уже в более узконаправленные, затем идет уже формирование усеченного списка, формирование основного состава и окончательное формирование. Я потом все это раскрою, да, просто пока перечислю. Что у нас получается по, условно говоря, чем отличается, например, сборная Ю-16 от Ю-18? Давайте начнем с формирования состава Ю-16. Очень много всегда, я уверен, что и ко всем тренерам, которые здесь присутствуют, там, или будут смотреть, кто работал со сборными, да, и будет работать. Всегда будет очень много вопросов, почему этот игрок, а не другой. И всегда, и будет там от родителей, и от детских тренеров, я уверен. И всегда будет, по крайней мере, я очень слышал очень много аргументов по этому поводу, но я уверен, что другие тренеры тоже, да, что вот он же здорово играет и здорово выглядит на детском первенстве России, да, почему, условно говоря, вот его нету в списке, и почему, или даже если он был в списке, почему его дальше нету, почему он дальше не готовится со сборной, или, условно говоря, почему он не попал в итоговый состав. Да, сразу же, вот как только, это было четыре года назад, мы с тренерским штабом решили, что при формировании команды, при отборе игроков, мы учитываем уровень игры в детском первенстве России, учитываем, но далеко не в первую очередь. Вот, да, потому что, ну, мы прекрасно понимали, что если мы возьмем, да, уровень игры на детских первенствах России, и если игрок выглядит там эффектно, ярко, результативно, и, может быть, даже имеет какой-то командный результат, да, то далеко не факт, что ровно все то же самое перенесется на игру сборной команды. Вот, почему я опять, да, это самое чуть позже скажу, это вот то, о чем очень часто, то, какие вопросы часто задавали. Вот, и, соответственно, принципы, да, принципы по отбору. Очень часто говорят о принципе объективности. Опять-таки я выражу свое мнение, я скажу, что нет никакой объективности, потому что решение тренера, оно всегда субъективно. Это формирование состава из тех или иных игроков, это субъективный взгляд тренера, но данный субъективный взгляд должен быть основан на спортивных принципах. Например, мне как тренеру, условно говоря, намного более импонирует игрок, играющий на позиции первого номера, если этот игрок обладает необходимыми качествами для создания, за счет индивидуальных действий, для создания ситуации для атаки себе или своим партнером, нежели игрок, который такими качествами не обладает, но условно говоря обладает другими качествами, который может быть не нацелен на свою атаку, он нацелен только на то, чтобы была четкая организация игры для своей команды. То есть я всегда выберу более активного и более агрессивного первого номера, даже может быть, если этот игрок будет где-то больше ошибаться, чем игрок более дисциплинированный, но который менее острый. Ну, такой простой пример. Вот. Объективно это? Наверное, нет. Субъективно, да. Но, опять-таки, это основано не на том, что мне кто-то просто больше нравится, а это вот такой вот мой тренерский личный взгляд. Дальше. Это вот с точки зрения объективности, субъективности. Затем еще есть такой принцип, он принцип специфичности, можно так сказать. Да, то есть то же самое, это тот же субъективный взгляд тренера на действия игроков в тех или иных, технико-тактические действия игроков в тех или иных ситуациях, да, то есть недостаточно просто обладать хорошей подготовкой индивидуальной, недостаточно. Нужно это уметь правильно применять, и на этом, ну, я видел такие моменты, да, в других сборных, понятно, что там без фамилии, когда достаточно сильно на этом, по мальчикам я имею в виду, очень сильно погорели некоторые команды, когда вроде бы брали индивидуально сильного игрока, вот, но который очень тяжело, который выглядел сильно, условно говоря, на уровне первенства России, вот, и на уровне, на уровне тренировок своей команды, да, сборной команды, но затем абсолютно не мог применять данные действия в условиях уже соревновательных между сборными командами. Вот, и еще один принцип, которого мы всегда придерживались нашим тренерским штабом, это открытость максимальная, да, и вот тренеры не дадут, которые тут присутствуют, соврать, что всегда мы общались с клубными тренерами раз, и доводили до них те принципы, принципы и требования, по которым будет производиться отбор в команду, плюс ровно то же самое изначально доводили до игроков, то есть все были информированы, и все прекрасно понимали, как будет выстроена подготовка, какие будут требования, и так далее. Следующий принцип, это, он уже такой приближается более к уже спортивной работе, это максимально полное выполнение тренировочного плана, то есть не может игрок претендовать на попадание в окончательный состав, или двигаться, да, потихоньку по подготовке, да, когда там идет постепенное отчисление, не может игрок претендовать, если он не выполняет полностью, ну, или максимально полный тренировочный план, это могут быть разные причины, может быть, если игрок травмировался, да, или он где-то не справляется, там, или еще какие-то могут быть причины, там, личные какие-то причины, не знаю, то есть это всегда одним из ключевых было факторов, да, ну, это, во-первых, это почему, понятно, потому что, если вы выполняете тренировочный план, значит, вы делаете, что хочет тренер, да, вы максимально готовитесь к тому, что мы будем играть на соревнованиях, это первое, и второе, ну, соответственно, баскетбол, да, вид спорта не индивидуальный, если у нас 80% игроков выполняют тренировочный план, а оставшиеся там где-то нет, ну, наверное, они не могут претендовать, хотя понятно, что есть всякие исключения, без них никуда, и, может быть, такая ситуация складывалась, и у меня она была, что игрок, условно говоря, приехал за 10 дней до первенства Европы, ну, не его, я считаю, была вина, вот, но он зашел, он попал, он сыграл, и вопросов не было, хотя, конечно, ситуация не очень хорошая. Затем следующий принцип, обязательно должна быть положительная динамика, условно говоря, если мы готовимся, там, ну, обычно 40-50 дней, наверное, да, перед, там, террористом Европы, там, или еще перед другим соревнованием, то мы должны наблюдать на протяжении всего, всех тренировочных сборов, вещественных тренировочных сборов положительную динамику. Она не обязательно заключается, там, в повышении уровня атлетизма, там, или в повышении уровня технической готовности, а в первую очередь, это то, что игрок понимает и воспринимает то, что дается на тренировке, и те мысли и те принципы игры, да, он старается привносить жизнь на площадке и с каждым разом, да, у него эта динамика идет вверх. Если мы имеем из тренировки в тренировку, да, то, что игрок не принимает, не воспринимает, не понимает, да, может быть, по нашей вине, да, там, по моей вине, вот, да, то, может быть, ну, наверное, не получается, не получится с этим игроком у нас дальше работать. То есть, это вот тоже такой один из принципов. Вот, ну, и теперь давайте чуть более подробно я попробую раскрыть то, что сейчас, в общем, да, набросал. Итак, первое, почему мы не берем во внимание показатели детского первенства России, а не брали, когда готовились к Ю-16? Вот, ну, во-первых, как бы моя позиция четкая, что мы смотрим в первую очередь исключительно на те качества, которые может дать нам тот или иной игрок. Вот, и надо четко понимать, что в данном возрасте уровень, уровень детского первенства России и уровень того, что будет на первенстве Европы, да, это совершенно два разных понятия, это совершенно два разных вида спорта. Вот, поэтому опираться на это мы не можем и ни в коем случае, то есть это понятно, что это один из критериев, но это не первый, не второй и даже не третий. Вот, поэтому в первую очередь мы смотрим на те качества, которые есть у игрока, и которые мы можем использовать, да, и при этом, естественно, мы объясняем игрокам и тренерам, что, которые, может быть, удивляются, вот я там так неплохо сыграл, а почему меня нет? потому что, да, мы видим, да, было неплохо, но абсолютно другой уровень сопротивления, абсолютно другой уровень физического контакта, абсолютно другой уровень интенсивности, и, соответственно, да, здесь мы видим неплохо, но есть сомнения, что будет хорошо там, может быть, мы попробуем, да, где-то на сборах, но вот пока мнение такое, то есть это вот как я это вижу, и как пример, первый сбор, самый первый сбор команды Ю-16 2000 года, это был семидневный сбор в Новогорске, у нас было, если я не ошибаюсь, 28 человек или 30, мы сумели за неделю прогнать, и мы договорились с тренерами, что мы будем делать только одно упражнение, но в различных вариациях, и мы 7 дней, и на утренних, и на вечерних сессиях, мы играли в тех или иных вариациях один на один, да, то есть различные были задания, различные были задания для защиты, различные были задания для нападения, но весь смысл упражнения свелся к тому, что нам нужна была максимальная агрессия от нападающих, и нам нужна была максимальная агрессия от защитника, нам нужен был максимальный физический контакт от защиты, максимальный физический контакт от нападения, да, и так далее, и так далее, и так далее, Плюс ко всему, да, мы поставили видеокамеру, все это снимали, потом смотрели. И вот данный сбор, он был такой предварительный, может быть, месяца за полтора до основного сбора, он нам очень многое показал и подтвердил, что в тех игроках, в ком мы сомневались с точки зрения их возможности играть на абсолютно другом уровне сопротивления и интенсивности физического контакта, у нас это подтвердилось. И наоборот, те ребята, которые вроде бы на уровне первенства страны были, ну, вели себя немного скромно, может быть, с точки зрения баскетбола, с точки зрения игровых действий, они наоборот себя проявили очень здорово, вот, и, соответственно, дальше они пошли уже с нами готовиться к первенству Европы. И надо сказать, что и дальше, потом уже, и спустя год, и два, и три, вот этот вот такой, ну, не могу сказать, что эксперимент, но вот это вот начало, да, оно было очень показательное. И вот как раз-таки те ребята, которые сделали вот это на хорошем уровне, они сейчас вот потихонечку играют, да, там где-то там Суперлига, там, да, может быть, там еще кто-то подбирается куда-то. А те ребята, которые, ну, выглядели, скажем так, на детском первенстве России здорово, а там вот себя не показали, они уже потихоньку закончили. И как раз-таки речь не идет о том, что был кто-то акселерат или был более поздним в развитии, а вовсе нет. Именно вот как раз вот это вот желание, стремление и попытки перейти на чуть на другой уровень физического контакта и интенсивности, и желание, и умение играть под давлением и создавать это давление. Значит, следующее. Дальше. Что у нас идет в процессе подготовки? Есть такое понятие, как тактическая грамотность, да, неважно, там, защита это и нападение. Вот, и, соответственно, сборная команда – это сборная не только игроков, это и сборная тренеров. Потому что игроки все от разных тренеров, мы сами знаем, что тысяча тренеров – это тысяча мнений. И мы смотрим, насколько игроки способны перестраиваться. Да, потому что мы защищались все года вот так, а теперь мы пришли сюда к другому тренеру, и тренер просит. И тренер говорит, что да, ребята, вы у себя в команде защищаетесь так, как вам говорит тренер. Здесь вы будете защищаться так, как говорим мы вам. Да, насколько это способны ребята воспринимать и адаптироваться, насколько максимально быстро, насколько они готовы учиться и перестраиваться. Вот, и это тоже не всегда простая ситуация. Затем, и тут же рядом цепляется такое понятие, как игровая дисциплина. Ну, что я в это понятие вкладываю, говоря про сборную команду? Да, ну, за редким исключением, да, когда собирается сборная, там практически, практически, на 90% это лидеры своих команд, которые имеют хорошее игровое время, которые имеют хорошее доверие тренера, которые имеют большое количество игровых действий, и которым, наверное, и, наверное, это нормально, позволено чуть больше, да, чем другим игрокам. И вот они собираются все вместе. Вот, и очень важно понять игрокам, донести до них, и чтобы они сами понимали, что у них здесь будет и игровое время чуть меньше, и количество их игровых действий, оно уменьшится, да, и спрос с них будет гораздо больше. Почему? Потому что ответственность намного выше. Вот, да, и вот еще раз, кто готов это понять и принять, да, вот этот вот компонент, да, это такой один, лично для меня, один из ключевых моментов при отборе игрока в команду. Потому что, если игрок не готов принять свою вот эту новую роль, не готов это понимать, то, ну, очень тяжело и отношения выстраивать в команде, и очень тяжело управлять потом командой, если есть вот такой вот игрок. И был у меня тоже момент такой, когда пришлось, очень непростой был выбор, но от такого игрока пришлось отказаться, хотя он был индивидуально очень сильный, и, наверное, он должен был претендовать на поездку. Вот, но, как время показалось, в принципе, мы не особо ошиблись. Вот, и зато все остальные сыграли так, как нужно, и был максимально здоровый коллектив и так далее. Дальше. Тогда речь встает об окончательном отборе, да, то есть окончательный отбор, это я имею в виду не то, что у нас там 12 человек, да, давайте откровенно, сборная, это не 12 человек, а там 18-15, все равно и всегда чуть больше. Вот, на какие качества игрока, в первую очередь, и я обращал внимание, ну, и в совокупности с тренерским штабом, сразу говорили про атлетизм, да, у нас, к сожалению, по опыту, когда мы приезжали на первенство Европы, мы очень сильно отставали, ну, не то, что не сборная команда отставала, а видно было, что уровень атлетизма все-таки у игроков из других стран, он, ну, практически на порядок выше, к сожалению. И, соответственно, требования к атлетизму, они были максимальные, да, потому что это и игра в защите, это игра на щите, это агрессия в защите, агрессия в нападении и так далее, и так далее. Вот, поэтому требования к атлетизму, они были абсолютные. Следующее, мы смотрели на технико-тактические навыки. Знаете, мы с Борисом сколько раз обсуждали, я абсолютно против такого термина, как технический навык. Да, ну, может быть, только в самом-самом раннем возрасте, в самом-самом детстве. Вот, я всегда использую словосочетание технико-тактический навык. Почему? Потому что, ну, недостаточно обладать каким-то набором технических элементов, да, необходимо все-таки знать, когда, где и по какому поводу все эти элементы и в каких ситуациях применять. Вот, и опять-таки очень много было вопросов, что говорили, посмотрите, как ребенок технически готов, посмотрите набор его индивидуальных качеств, вот, да, но при этом абсолютное непонимание у игрока, как всем этим пользоваться, да, то есть неумение пользоваться этими инструментами, оно не делает этого игрока сильным, и такой игрок может сколько угодно эффектно выглядеть на внутренних соревнованиях, вот, но абсолютно настолько же это будет неэффективно на уровне сборной страны. Вот. Следующий, следующий компонент, на который, для меня это вообще самый любимый компонент, и что касается и сборной команды, сейчас, да, то, что я там с командами, с некоторыми, когда работаю, для меня это, наверное, самый ключевой и самый важный момент, на который я всегда, и для меня он затмевает все, это умение игрока играть под давлением. То есть, этого нету, да, это очень проблема, давление, это обстоятельства, это ответственность, это уровень соперников, это атмосфера, это давление тренера, там, судьи и так далее. То есть, если игрок не способен играть под давлением, да, я всегда говорю под максимальным давлением, то, скорее всего, даже если данный игрок обладает какими-то качествами, ему будет достаточно тяжело себя показать, себя проявить и просто попасть в состав, там, хорошей команды, сборной команды. То есть, вот умение играть под давлением, под давлением ответственности, и это не только, да, психология, это и давление, я имею в виду и давление, когда мы говорим о баскетболе, да, давление защитника, давление команды, там, и так далее, и так далее, потому что на уровне сборных команд это возрастает в разы, вот, и, соответственно, если игрок, который вроде бы технически, технико-тактически даже грамотный, у него достаточные навыки, у него достаточная тактическая грамотность, да, и даже достаточный уровень атлетизма, но если при этом он не способен играть под давлением, на мой взгляд, этот игрок, ну, скажем так, далеко не кандидат, далеко не явный кандидат для того, чтобы играть в сборной команде, вот, и последний, последний критерий – это тактическая грамотность, да, но мы про это уже говорили, да, что игроки должны все-таки, у нас задача, чтобы игроки говорили на одном языке, когда приезжают на соревнования, так это сборная команда, они обязаны, да, вот за тот период подготовки все-таки максимально перестроиться, и все мы понимаем, что, да, что в каких-то моментах ребят тоже там бывает там по 6, по 8 лет занимаются баскетболом, и некоторые тактические моменты, они уже на уровне рефлексов, да, эти рефлексы вырабатывались годами, и вот, конечно, нужно постараться максимально перестроиться, чтобы, да, все-таки играть так, как просит тренер, даже если это идет вразрез с тем, чему он учился всю свою баскетбольную жизнь. Когда мы говорим о сборной Ю-18, вот, здесь уже все критерии сохраняются, но здесь есть одно такое большое «но». 18 лет — это уже взрослый баскетбол, это взрослый мужской баскетбол, вот, и сюда я добавляю сразу, помимо того, что мы говорили, то есть здесь два ключевых качества, да, то, что уже было, это умение выполнять все технико-тактические элементы на максимальной скорости и под агрессивным давлением соперника, да, там, минимальный возможный момент времени — это все остается, вот, это моя вообще любимая характеристика. И второе — это умение, умение принимать верные решения ровно так же, да, в минимально короткий промежуток времени и также под максимально агрессивным давлением соперника. На мой взгляд, эти вот два качества — это уже предрасположенность игрока к взрослому баскетболу. Я уверен, что там, ну, мне по девочкам пока сложно говорить, у меня там нет такого опыта, вот, но вот именно по юношам, по молодежи, вот я считаю, что это вот одно из основных. Вот, плюс, плюс, что такое сборная Ю-18, что такое взрослый мужской баскетбол уже, они к этому подходят, это способность держать в голове во время игры более обширный, более обширный скаутинг, скажем так, когда это несколько видов защит, когда это разбор игры соперника командной, индивидуальной и когда это собственная, ну, и собственная игра в нападении, соответственно. То есть вот это вот такие вот три пласта таких, да, на которые мы обращали внимание, когда говорили про команду, про сборную команду Ю-18. Вот. И, в принципе, вот соблюдая вот данные, данные критерии, жестко соблюдая, я считаю, что, в принципе, мы способны, мы способны каждый раз правильно подходить к формированию команды, да, правильно и максимально грамотно. Вот. И то, наверное, с чего нужно было начать, я все-таки считаю, что любая сборная команда, неважно, там, это начиная от 16-летних, там, и заканчивая национальными сборными. В первую очередь, это команда, которая должна добиться максимального результата. То есть это самое главное то, что мы должны требовать от любой сборной команды. Да, можно там говорить, что сейчас мы взяли сюда перспективный, на вырост, там, и так далее, и так далее. Ну, может быть, какой-то там есть игрок, которого нельзя не взять, да, как бы очень часто говорят. Вот. Но все-таки я считаю, что любая сборная, она формируется под максимально возможный результат, да. И если где-то этого результата нет, то это не только, там, ошибки в подготовке, это не только ошибки по ходу, там, игр по ходу подготовки. На мой взгляд, это в первую, ну, не в первую очередь, а одна из основных ошибок, значит, это была ошибка в комплектовании команды. Вот. Потому что это база, с этого все начинается. Вот. И те игроки, которых вы взяли в сборную команду, да, они, в принципе, они играют. И если вы где-то не разглядели, да, какие-то качества специальные, которые нужны для соревнований на высоком уровне, да, то, ну, четверг-то на этапе отбора ошиблись. И вот эта ошибка, она вылезает потом уже в соревнованиях, но исправить ее уже, к сожалению, нельзя. Вот. Ну, честно говоря, вот, да, я немножко старался сузить, да, чуть более кратко рассказать. Я вот вижу очень много вопросов. Борь, давай, может быть, тогда, чтобы было проще, я через вопросы отвечу дальше на, ну, расскажу дальше, что хотел, потому что у меня видишь, вижу, что совпадают вопросы. Ну, на первый вопрос ты прям ответил только что. Да, это, соответственно. Ну, кстати, ты можешь раскрыть этот вопрос. Это по поводу того, кого брать в сборную, брать игрока, который здесь сейчас, или брать того, который, возможно, будет играть потом. Ну, то есть, видно, у него потенциал есть, но сейчас он ничего не может дать. Ну, еще раз, да, нам от сборной команды нужен максимальный результат, я считаю. Вот. И если на одно место претендует игрок, который готов дать результат здесь и сейчас, и претендует игрок, который, возможно, возможно, будет в будущем, да, возможно, да, потому что, вот, то я считаю, что мы должны взять непосредственно на соревнования того, кто даст результат. Вот. Но при этом данного игрока, который там на перспективу, мы, конечно, наверное, обязаны его, если действительно перспектива прорисовывается очень там богатая, да, на баскетбольное будущее, мы, наверное, должны его протащить через все сборы тренировочные, да, чтобы он все это посмотрел, почувствовал, да, и так далее. Но, еще раз, при условии, что эти два игрока, они претендуют на одно место, и тот игрок, который без потенциала, он, мы знаем, что вот на этом турнире, на десятидневном, он точно даст нам хороший-хороший плюс. Вопрос такой. Если при отборе на Чемпионат Европы ты определяешь с 11, и у тебя на 12-место два одинаковых игрока, как-то определяешь, кого взять? Устраиваешь игру один-на-один или конкурс по броскам, или какой критерий? Ну, вот была отличная ситуация на Ю-18, когда у нас на одну позицию претендовали два игрока. Ну, что значит одинаковых, да, одинаковых игроков не бывает, да, просто они примерно выглядели по силам одинаково и по потенциалу, наверное, может быть тоже одинаково. Вот. И мы, ну, в смысле, это было мое решение. Мы взяли игрока и перевесило только одно, то, что данный игрок сезон провел в молодежной лиге ВТБ, тогда как другой игрок провел сезон в Дюбле. Вот. И только это перевесило, и что был опыт игры за более старших, причем хороший опыт был. Вот. И, ну, не знаю, как бы сложилось бы в ином случае, но в ключевой игре именно этот игрок сделал нам, собственно говоря, результат. Ну, по крайней мере, очень сильно помог, и именно вот за те качества, за которые мы его взяли, то есть то, что он был готов к более жесткой, к более силовой, такой же, к более мужской игре. Вот. И нам это вот помогло. А то, что касается там игру один на один и расхода показателей, ну, нет, нет. Опять я могу сказать про специфичность выбора, потому что они могут быть, два игрока одинаковые, но все равно какое-то качество у того или иного РК, которое мне как тренеру ближе, оно все равно, ну, всегда перевесит. Это может быть там тактическая какая-то грамотность, это может быть там какие-то технико-тактические навыки, которые, которые они хорошо развиты у одного и другого, просто они разные. И вот, что мне ближе, это субъективный взгляд тренера, что мне ближе и того игрока я возьму. Смотри, вопрос такой, не про комплектование, да, но про сборную. Почему на первенстве мира Михаил Воскин сыграл с Аргентиной? И считаешь ли ты сейчас, по прошествии времени, за длину назад, можно было тренера, чтобы повлиять на эту ситуацию и что-то сделать, чтобы лидер принес пользу? Ну, это... Я можно было, я просто на первенстве мира, я был ассистент главного тренера, вот, поэтому это немножко, ну, некорректно мне отвечать. Вот, да, можно было что-то сделать по-другому, вот. У меня есть ответ, но я, это будет некорректно, я не скажу. Ну, давай опустим этот вопрос, вот, хороший вопрос от Никиты Попова, это тренер Глории, он, кстати, немножко предвосхитил мой вопрос, потому что я хотел тебя как раз об этом попросить, потому что ты рассказал, как формируется и как ты видишь формирование сборной по игрокам, а расскажи, пожалуйста, всем, как... Ну, назовем примере, естественно, как ты себе это видишь, как формируешь тренерский штаб, кого ты берешь, почему ты берешь, кто определяет тренерский штаб и влияет ли на это РФБ или это решение главного тренера. Ну, вот расскажи, пожалуйста, про тренерский штаб. Да, хороший вопрос. Ну, вот как раз, да, есть у меня это самое, немножко не дошел, а я считаю, не знаю, так же не навязывая никому, я считаю, что сейчас уже в таком, как сказать, ну, в современном баскетболе, как мне кажется, да, есть главный тренер номинально, вот, но я считаю, что нужно постепенно приходить к понятию, особенно на высоком уровне, на уровне сборных команд, там, на уровне клубных соревнований высокого уровня, что есть полноценный тренерский штаб, который отвечает за подготовку, за результат там и так далее. И когда я формировал тренерский штаб, и у меня такое вот есть четкое понятие, оно и сейчас до сих пор вот как бы сохранилось, что когда главный тренер берет себе помощников, эти помощники, ассистенты, они должны быть во многих, во многих качествах сильнее главного тренера, да, потому что иначе это нету смысла. Вот, и когда формировали тренерский штаб Ю-16, и когда формировали тренерский штаб Ю-18 особенно, да, потому что у меня не было тогда опыта такого, да, работы там со взрослыми, там, я был тренером дюбла, и я прямо вот очень хотел, чтобы у меня в штабе были главные тренеры команды мужской суперлиги, вот. И я очень рад, что у меня это получилось сделать, то, что они согласились войти в штаб, да, помогать им, вот, и так далее. То есть мой основной принцип, то есть если я беру тренера в штаб, тренерский, да, то он обязательно должен быть в чем-то явно сильнее, да, чем главный тренер, вот. И тогда уже можно распределять обязанности, распределять то, что делает, и не думать про то, что поможет ассистент или не поможет. Ну, вот, поэтому я считаю, что это достаточно нам и сильно помогало, и позволяло строить, ну, неплохо интернерочные процессы, и неплохо управлять командой во время игры. Вопрос от Дмитрия Шумихина. Дима, ты на связи. Да, Червис, здравствуйте всем. Олег, у меня вот вопрос какой. По поводу формирования состава по амплуа. А отличается ли твой подход формирования состава по амплуа в молодежной сборной и в клубе? Что я имею в виду? То есть ты берешь, условно говоря, там, два первых номера, там, четыре вторых, там, есть какая-то твоя схема, там? Такой вопрос. Олег? Да, да, да. Ну, я, мне сейчас трудно с клубом, да, сказать, потому что, ну, я не могу сказать, что я в полной мере там, да, то есть молодежка, это все-таки немножко другая история. Вот. А что касается формирования по сборной команде, да, ну, во-первых, нужно смотреть, на каких позициях у нас, ну, в моем понимании, максимально сильные игроки, да, если позиция какая-то проседает, то, наверное, мы эту позицию должны как минимум продублировать. Вот, да, если у нас есть ярко выраженный лидер на какой-то позиции, да, то, следовательно, мы должны понимать, что игрок, который его будет дублировать, это четко там, условно говоря, второй номер на этой позиции. Вот, но у меня, на самом деле, вот, сколько, четыре раза, получается, я ездил со сборными командами, и у нас всегда был вопрос по… у нас было тяжелее всего было формировать заднюю линию, вот, и всегда с тренерами возникали споры, ну, и в итоге мы пришли к тому, что обязательно это должно быть два первых номера, причем они должны быть равноценных, равноценных, и не должно быть разницы, кто из них на площадке. То есть это вот одно из основных было условий комплектования команды, вот, вот, и обязательно должен был быть еще один комбо-гард, да, который тоже при необходимости мог играть на этой позиции, вот, а все остальное, ну, уже как бы там варьировалось в зависимости от того, кто у нас есть на сборе, вот, и, да, соответственно, какого качества эти игроки, вот, да, то есть либо мы брали количеством, да, соответственно, больше нападающих, вот, либо мы, условно говоря, если там где-то большие, мы были неуверены, то брали лишнего большого, чтобы, да, может быть, ну, как бы где-то за счет количества, вот, но вот основа это вот по игрокам задней линии, то есть 100% мы всегда брали двух равнозначных первых номеров, то есть у нас было то, что в одну игру один выходил, в другую игру другой выходил, да, иногда они в паре вообще выходили, но вот это была та база, на которой мы как бы вот держались. Есть вопрос от Александра. Александр, пожалуйста, ваш вопрос. Потому что Александра, только надо включить видео, потому что тогда включится звук. Так, ну, какая-то пауза. Хорошо, есть вопросы от Димы Федосеевым. Дим, у нас связи. Приветствую еще раз. Олег, вопрос такой. Насколько в течение года твоя работа проявляется в том, что ты тренер сборной, и насколько коммуникации установлены с тренерами тех ребят, которые у тебя на карандаше, потому что, ну, я так понимаю, что нужно знать и состояние там здоровья, да, и игрового времени, то есть, ну, ты же эту информацию наверняка скалутируешь по ходу сезона, да, вот, понятно вопрос, чтобы я не расправлялся. Да, да. Ну, тут никаких проблем никогда не было, да, я думаю, если здесь слушают и Саша Герасимов, и Рома Семернинов, да, и другие тренеры, то есть, ну, тут абсолютно было, мы всегда были на связи. Более того, от клубных тренеров, ну, лично, я не знаю, как у других тренеров опыт, а лично мне всегда была максимальная помощь, и если где-то я, условно говоря, сам не справлялся, когда мне не получалось достаточно либо мотивировать игрока, либо я не мог разобраться в его отношении, либо я не видел какие-то, условно говоря, его качества, да, которые хотелось бы увидеть, я всегда мог тут же там позвонить, написать его клубному тренеру, да, и тут же получал помощь и развернутый ответ по игроку, и очень часто я просил тренеров пообщаться с ребятами, с игроками на эту тему. В течение сезона, ну, так получалось, что я видел всегда всех игроков вживую, да, и там в молодежных первенствах, в первенствах дюбла, там кто в суперлиге уже играл, вот, то есть у меня было всегда достаточно полное представление, плюс это был мой возраст изначально со спортивной школы, вот, и там я многих знал уже много лет, вот, поэтому здесь у меня тоже проблем с точки зрения интегрированности в процесс по ходу сезона не было, то есть было достаточно четкое представление, вот, и, кстати говоря, вот выступал Максим Шерифенов, тоже могу сказать, что даже со стороны агента, ну, со стороны Максима, в данном случае тоже была такая же помощь, когда у меня там были вопросы по одному игроку, и тоже, да, со стороны агента Таверака, со стороны Максима была тоже, ну, был хороший диалог, была хорошая помощь, то есть, в принципе, да, и по ходу сезона, и сейчас это продолжается, да, и в прошлом сезоне, и позапрошлом, то есть когда нужно было, и с тренерами, и с, да, и с агентами тоже, то есть не было никаких вопросов, то есть была помощь, была всегда, вот, на протяжении каких-то четырех лет, всегда была полная помощь, и всегда шли навстречу. Вопрос Дима Пушенкова. Скажи, пожалуйста, как ты строишь разговор, когда тебе необходимо отцепить 14-го и 13-ых игроков? Ну, конечно, это самое тяжелое и противное, наверное, вот, в данной истории, вот, но я думаю, тут в первую очередь самое главное – это честность, вот, и открытость, и, в принципе, ну, тоже всегда ребята относились с пониманием, вот, обязательно всегда рассказывал, что вот мы, вот у нас требования такие, такие и такие, да, что нужно вот, на вашей позиции нужно делать вот это, это и вот это, да, и, то есть всегда именно разговор был не какой-то там, да, там, приободрить там, да, чтобы ребята не растрались, а разговор всегда был о баскетболе, вот, о том, от чего не хватает, о том, в чем нужно прибавить, да, и так далее, и так далее, то есть, ну, все-таки, да, они должны уже готовиться к, если они хотят, да, к спортивной жизни, к профессиональному спорту, профессиональный спорт – это тяжело, это не всегда удовольствие, вот, и, соответственно, да, и старались тоже подходить к этому максимально профессионально, то есть все через разговоры о баскетболе и через те качества, которых им, к сожалению, на данный момент не хватало, чтобы попадать в сборную. Смотри, вопрос такой, он стоит таких из двух частей, первая часть, она немножко, ну, она сложная, потому что, да, переносы Европы для разных возрастов проводятся для, в разное промежутки времени, да, и в разное время, срок подготовки есть, но так как у второй половины идет вопрос про переносы России, поэтому это, наверное, все-таки 16 лет, да, в 18 лет уже переносы России нет. Как ты думаешь, сколько дней сборов необходимо для подготовки сборной перед переносом Европы? Сколько игр необходимо провести перед переносом Европы? И второй мой вопрос такой, это как ты считаешь, какие изменения нужны в переносе России, чтобы ребята были лучше готовы к требованиям сборной команды? Ну, 40 дней вполне достаточно на подготовку, вот. Ну, естественно, естественно, при условии, что ребята, которые приезжают на первый сбор, они не приезжают с, условно говоря, там, они не лежали перед этим месяц на диване, да, то есть мы все-таки подразумеваем, что те, кто приезжает в сборную, пусть даже, там, 16 лет, да, ну, или 18 лет, они приезжают уже, по крайней мере, ну, приезжают более-менее готовы хотя бы к минимальной нагрузке. Вот, это раз. А по количеству игр, здесь опять у меня такое мнение, что все зависит от качества этих игр. Вот, и у нас было с Ю-18, когда мы не добирали игры, мы не добирали, сборная играла, с московскими командами, с любительскими, вот, то есть, ну, я не могу эти игры посчитать за игры, которые на подготовке, то есть это просто, ну, была как тренировка, причем с достаточно низкой интенсивностью и минимальной полезностью, вот, а так я считаю, что за 40 дней подготовки мы должны сыграть, ну, порядка 10-12 международных игр, международных игр, причем, и сыграть со сборными командами, вот, то есть это порядка, там, двух, трех, может быть, выездных турниров, вот, и может быть, там, это игры какие-то там между сборными, там, разных возрастов уже внутри страны, да, когда там U18 играл с U20, например, вот, то есть 10-12 игр, я считаю, я имею в виду только игры, когда это игры с максимально возможным сопротивлением, это игры максимально возможного уровня, то есть вот только такие игры мы считаем. Перед России что можно изменить, чтобы игроки подходили более готовы под требования сборной команды? Не знаю, мне, честно говоря, вот так, я думаю, что все-таки дело не в первенстве России, а, мне кажется, просто, ну, уже про это было, это не тема этого, как бы, не тема этой лекции, это про, я имею в виду сейчас про уровень подготовки и про то, к чему мы готовимся, да, потому что подготовка, там, условно говоря, к первенству России и игра на первенстве России и подготовка к первенству Европы и игра на первенстве Европы и игра на сборную, это абсолютно разные вещи и абсолютно разные требования к игрокам. Не то, что разные, они просто намного-намного лучше, вот, поэтому я не думаю, что там схема проведения первенства России может это как-то поменять. Хорошо, смотри, вот хороший вопрос, интересный. В свете того, что времени на подготовку сборной команды, ну, не очень много, как ты считаешь, что важнее для игрока молодежной сборной, это быть более тактически грамотным или преимущество будет в того, кто более физически сильный, у которого более лучший афлитизм? Я всегда выберу голову, всегда выберу тактическую грамотность все-таки, вот, потому что, ну, нет никакой разницы, нет никакого смысла, если ты быстро бежишь и высоко прыгаешь, да, если ты бежишь и прыгаешь не туда и не в ту сторону, вот, поэтому я все-таки всегда выберу, если вот как раз-таки опять, ну, это опять специфичность, селекции, специфичность выбора тренера, я всегда выберу более тактически грамотного игрока, вот, может быть, где-то более, чуть, ну, более слабого физически, где-то отстающего афлитизма, чем наоборот, вот, потому что лично мне, как тренеру, будет легче этого игрока встроить в игру, да, зная, что он понимает, как и что нужно делать, да, чем игрока, у которого пока с этим есть некоторые проблемы. Вопрос от меня будет тебе личный. В этом году столкнулись с тем, что есть тренеры, которые работают со сборными командами, и которые против того, чтобы их коллеги, такие же тренеры, хоть краем глаза, могли взглянуть на то, как они работают, просто присутствовать на каких-то тренировках, вот, какое твое к этому отношение, как ты считаешь, когда ты, как тренер сборной, если к тебе подходят, обращаются коллеги с просьбой присутствовать на тренировках, посмотреть, пообщаться? Ну, я все-таки думаю, конечно, что это личное дело каждого, наверное, вот, но если про себя говорить, то, во-первых, я это, ну, естественно, как бы, ну, все тренировки открыты, тут не может быть и речи о том, что кому-то сказать нет, там, мне это самое не нужно, и это хороший инструмент для подготовки, потому что всегда можно использовать первый взгляд, да, тренера, который приходит и видит то, что ты, может быть, уже не видишь, да, взгляд замылился немножко, вот, и мы, кстати, вот, хорошо ты вспомнил, когда мы готовились, Ю-16, Ю-18, мы, по-моему, даже специально приглашали тренеров, которые вот рядом были, да, чтобы они посмотрели, что-то подсказали, вот, а когда была сборная Ю-18, там тоже, по-моему, и Базаревич приезжал, и еще кто-то, то есть, и подходили, и давали, прямо точечные советы, то есть, это реально даже, ну, помогает, не просто потому, что, я считаю, что важно не только разрешить присутствовать, да, тренеру на тренировке, но и обязательно после тренировки подойти и спросить там, что так, что не так, что понравилось, что не понравилось, и какой-то, может быть, совет и какое-то мнение. А вот есть вопрос от Константина Селяева, возможно, вы знакомы, скажи, пожалуйста, есть ли в сборной команде место узкоспециализированным игрокам, которые могут только поймать, бросить, или только защищаться, какая-то любая специализация. Олег? Еще повторить вопрос? Олег? Олег, Олег? Да, да, да. Олег, ты вернулся. Повторить вопрос? Да, тебя слышно? Повторить вопрос? Не, не, я слышал, все, я понял. Ну, я прочитал еще. Вот, ну, я, да, конечно, я думаю, что есть место. А, хорошо. Скажи, пожалуйста, как происходит выбор с командой? Сейчас, сейчас. Ну, я не знаю, может, с интернетом проблем. Не, есть место, конечно, таким игрокам, просто единственное, что если он узкоспециализированный игрок, то то, что вот он делает, он должен делать очень хорошо. Вот, и были у нас примеры, когда, условно говоря, у нас был игрок, который вот, он специализировался на том, что он на опеке основных игроков, например. Вот, и это было, как бы, из сильных сторон. А вот вопрос от Татьяны Юртаевой. Скажи, пожалуйста, как у тебя происходил выбор капитана? Ты назначал, команду выбирал. А вот как-то каждый раз по-разному. Я один раз, или не помню, у Ю-16 капитаном мы, капитаном команды мы назначали, вот, а когда уже была сборная Ю-17, там уже было голосование команды. Вот, я, честно говоря, мнение, как ты считаешь? Я считаю, что нужно назначать, но при этом, да, мы все равно, как бы, знаем игроков, знаем коллектив, и все равно, ну, наверное, видно, да, кто может эту роль исполнять. И когда мы разговаривали, если помнишь, про мотивацию, да, когда есть явный лидер команда, есть номинальный лидер, есть скрытый лидер, то есть, зная вот эти вот все моменты, я думаю, что мы можем и капитана команды правильно назначить. Ну, вот вопрос про стажировку тренера, но мне кажется, что ты, во-первых, на этот вопрос ответил, да, про свое собственное мнение, а дальше, мне кажется, все будет зависеть от личности того человека, который тренирует эту команду. Скажи, вот вопрос хороший, сможешь ли ты на бодилэнгвич? Ну, да, да, иногда это даже больше говорит об игроке, чем там, чем общение с ним просто напрямую, да, когда ты со стороны смотришь, как он реагирует, как на площадке, да, ну, да, конечно, да. Понятно. Ну, что, у кого еще есть вопросы, давайте мы готовы за вас им отвечать. Вот, тут какой-то очень длинный вопрос. Скажи, пожалуйста, с кем ты сейчас советуешься по баскетбольным вопросам, кто для тебя авторитет, кому-то прислушаешься и чьи советы готов принять? Ну, если я хочу поговорить об баскетболе, то у меня есть несколько тренеров, безусловно, кому я в первую очередь обращаюсь. Вот, это и тренер из Сербии, с которым я два года работал, которого, считаю, очень на меня сильно повлиял. Вот, ну, и, в принципе, у меня нету проблем, да, сейчас мы все открыты, абсолютно спокойно к любому из тренеров обратиться. Вот, Борис Андреевич не даст соврать, что я к ним очень часто за помощью обращаюсь, ни разу еще мне не отказал. поэтому, да, и, мне кажется, это вообще происходит у любого тренера практически на ежедневной основе общения с другими тренерами, да, и это максимально возможный вообще источник информации для любого тренера. Вот отличный вопрос от Алексея Серединкова. Как ты распределял обязанности тренеров в штабе и кто за что отвечал? Вот, понятно, что есть тренер-скаут, да, который там отвечал за видео, там, да, и так далее. Вот, мы сделали такой, я не знаю, как назвать эксперимент, не эксперимент, но в Ю-18 один из ассистентов отвечал за наше нападение, за медленное нападение, скажем так, да, за позиционное нападение. И в чем его обязанности заключались? Его обязанности заключались в том, что и прямо по ходу игры, исходя из особенностей защиты соперника, исходя из особенностей игры в защите соперника, он прямо по ходу игры готовил сеты, да, для того, чтобы на эти, за то, чтобы в эти там слабые места, за то, чтобы в эти особенности бить. И я могу сказать, к сожалению, наверное, не считали такую статистику, но мне кажется, кажется, ну, понятно, 16 команд, но мне кажется, мы были в лидерах по количеству набранных очков после тайм-аута. То есть это такая была очень сильная история. Но это не только в процессе игры, это в процессе всей подготовки. Александр Лукин, если он нас смотрит, Саша, спасибо. И еще один тренер отвечал за защиту, да, вот, и тоже и в процессе подготовки это было основное его направление. И непосредственно во время игр, да, опять-таки, да, то есть уже противоположная была история, когда он сидел и по ходу был, да, так называется, бенч-менеджмент, да, уже исходя из особенностей нападения, там, из-за особенностей индивидуальных или командных или групповых действий, да, уже подбирали, меняли защиту, да, то есть это вот, да, когда мы не распылялись, а каждый отвечал за какое-то свое направление. Ты три цикла прошел во сборной, да, там, 16, 18, 19 лет, и скажи, пожалуйста, какое твое мнение по поводу помощи от комплексной научной группы РФБ? Ну вот, я уже в самом начале сказал, да, может быть, мне не очень там, что, я считаю, что при всем уважении, при всем уважении к комплексной научной группе, да, это информация, это информация, она интересная, но все-таки, мне кажется, она немного непрактическая с точки зрения подготовки команды непосредственно к сравнительный объем цифр, дополнительный объем знаний, но сказать, что это нам помогало очень сильно, я не могу. Ну что, давайте еще пару вопросов и с удовольствием послушаем, какие, кто что хочет услышать о подготовке сборных, может кому-то, мы готовы передать слово, кто может что-то сказать или добавить. Если возможно, вот если есть тренеры сборной, там Рома Семернинов, Саша Герасимов, там если кто еще есть, может быть, ну, там Дима Федосеев, может быть, тоже по комплектованию какую-то вот сказали бы, мысль дополнили, мне вот это было интересно, если возможно. Вот я хочу, знаешь, кого подключить, сейчас я секундочку, вот, да, так, пожалуйста, Александр, у нас он уже поднимал руку, Александр на связи, Александр, можно говорить. Добрый, добрый день всем. Еще раз, Олег, спасибо. Спасибо, что помните, в теме сегодня, как обычно. Вопрос простой, я его там написал в чате, и повторю, то, что касается главного тренера национальной сборной, поймите правильно этот вопрос, вот ни в коем случае не критика, но мне хочется понять, каким он должен быть. То есть, это тот человек, который активно участвует в процессе подготовки, который своими советами оказывает влияние на игру команды на рисунок, опять же, держа в голове то, какой будет игра в перспективе основной команды, взрослой. Либо это сторонний наблюдатель, который приходит на игры, смотрит и сокрушается, говорит, ах, ну, что же такое, опять у нас 20 лет не будет игроков. Такой вопрос. Спасибо. Олег? О чем нет вопроса? Не знаю, Какой-то такой тебе заданный. Не знаю, я все-таки считаю, что опять, да, у нас, ну, нет, тренер национальной сборной, мне все-таки кажется, что у тренера, главный тренер национальной сборной должно быть одно желание, чтобы из той сборной, условно, которую он там наблюдает, в процессе, или смотрит за играми, да, чтобы оттуда вышел хотя бы один игрок, который дойдет до национальной сборной потом. Да, игрок с максимально возможным набором качеств, которые позволят ему потом претендовать на место сначала в хорошем клубе, с хорошим игровым временем, а затем и в сборной. А как играет сборная каким образом, я думаю, что это немножко не его дело, почему? Потому что я считаю, что любая сборная, она, ну, резервная сборная, она, помимо всего, изначально должна быть нацелена на максимальный результат. А вот уже в этой команде разглядеть игрока, который готов в сборную, вот эта задача тренера национальной сборной. Ну, я так считаю. То есть рисунок мы не должны, я считаю, что не может, не должна резервная сборная удовлетворять главного тренера национальной сборной с точки зрения рисунка игры. Мы, то только если с точки зрения каких-то индивидуальных сильных игроков, на которых можно обратить внимание. вот так вот. Олег, вот хороший вопрос поступил. Даже по вашей сборной играли ребята за границей уже. И вопрос такой, существует ли с полностью их вызовом в сборную? Ну, да, конечно, было такое. ну, к сожалению, в прошлом году, когда сборная поехала готовилась к чемпионату мира, во-первых, не удалось вызвать игрока из чемпионата Италии. Вот. Ну, не знаю, не удалось, не запретили, не знаю, чьи там это, по каким причинам, в общем, не приехал игрок. Вот. И не получилось вызвать игрока из NCAA. Вот. То есть тоже опять были, я так понимаю, какие-то переговоры, но игроки не доехали. Плохо, да, это плохо, и эти игроки могли реально существенно повлиять на результат команды. Но, с другой стороны, я очень рад, что эти ребята поиграют, там, поиграли за границей, наверное, все-таки для их будущего это, ну, большой плюс или больший плюс. Так, ну что, вопросов больше нету. вот, хороший вопрос тоже, по-моему, ты об этом деле говорил. Как вы проводите запись тренировок и разбираете ли с игроками во время в игроках? Да, да, были, проводили запись тренировок и... окей. Олег, ну что, спасибо большое, у нас тогда будем заканчивать, у нас завтра в 5 часов будет Дмитрий Федосеев, я думаю, всем надо будет запастись ручкой, бумажкой, чашкой кофе и какими-то печеньками, потому что тем обещают быть обширной и очень большой. Да, Дима, спасибо большое, что написал свою почту, еще раз, электронный адрес Дмитрия и вообще всех спикеров он есть на сайте, вот, поэтому еще раз вы можете писать туда. всех рады видеть, всем спасибо большое и всем до свидания. Олег, спасибо. 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 Спасибо.